Здравствуй, дорогой зритель! Продолжаем играть в Great War, Western Front, союзники, сложности элита. В прошлой серии мы бились вот здесь с направления Лиль и сделали неплохий результат 1 к 5, потому что там уже есть колючая проволока, там есть три линии окопов. И в конце серии мы подтянули сюда самолеты. Так что я думаю, что в этот раз мы будем отнимать его бомбардировщики. Погнали! Италия объявляет войну. Несколько месяцев Италия соблюдала нейтралитет, но теперь официально объявила войну Австро-Венгрии. Обе стороны конфликта добивались расположения Италии, но по условиям Лондонского пакта Италия получала то, к чему давно стремилась, а именно контроль над территорией в Австро-Венгрии и другими районами вдоль побережья. Так, мы получили еще два корпуса. Красота. А где они? А, ну собственно я их уже расставил. Они уже были. Они вместе с самолетами появились. Я не понял, откуда они взялись, но вот теперь прояснилось, откуда взялось два корпуса. Они уже в деле. Сегодня следующий ход. Ждем атаку противника. Где-то вот здесь. Нет, он не пошел в атаку. Он перебросил вот туда свои силы, я так смотрю. 5, 4, 11, 8. Да, вот где-то вот здесь он будет нас атаковать по вот этой линии. Так что перетаскиваем свои войска. Ну вот сюда. Вот сюда. Либо вот этот центр он будет долбать. Либо пойдет по сторонам. Тут 11. У нас... Тихо. У нас тут 7. Хорош. Тут 4. Ну вот отсюда выводим. 4 корпуса. Тут уже 4, тут 4. Ну вот из-за расы 4 забираем. Тащим вот сюда. Там 5. Ну вот отсюда тоже можно будет забрать еще... Ну 3 точно. Эти 3 тащим... Вот сюда. Итого. 7. 8. 5. 6. Сюда неплохо еще кому-нибудь закинуть. 4, 3. 4, 3. Фиг знает. Ладно, где тут 8? Тут 7. Тут 8. Давай 1 сюда. Итого 6. Итого 6. Ну вот нормально. Потому что сейчас вот по вот этой линии должна быть атака. Одночку науки. Пойдем посмотрим, куда его деть. Колючка. Минус 3 к стоимости. Ну в принципе там, где у нас есть склады. А, кстати говоря. Там, где у нас есть склады. Вот тут у нас нет склада. Все. Там, где у нас есть склады, нам снижение цены. Колючки не сильно интересно. Колючая лента. Урон пулемета на 25% не сильно. Интересно. Это же такое. Минометные точки. Вот может быть интересно. Бомбардировщики. Как я помню, подстава была с этими истребителями. Может и нет. Они почему-то у меня не атаковали вражеские аэростаты. А, вот удар по аэростатам. Вот оно. Вот поэтому они их не атакуют. Так, а здесь. Стоимость. Плюс радиус. Это ладно, это фигня. Гемтурой и всякой мы не пользуемся. Так, вот эти должны нам дать. Еще корпуса. Два новых корпуса. Вот неплохо. Хотя нам хватит сил и так. Как в артиллерию податься на 20 секунд сокращает. Либо минометы. Давай посмотрим минометы. И минометы еще не смотрели. Освобождение области Гент. Нет, нет, область Гент мы не сможем. Местный черный рынок. Что нам сделать? Ага. Все снижено. Но мы кроме самолетов сейчас... Ничего купить-то не можем. Ну да. Это что такое? Исследуйте на нужды фронта. Блин, вот что надо было брать. Больше золота. Ладно, следующий ход возьмем. Получим и... Бонус. И получим больше золота. Ну погнали. Следующий ход. О, кстати. Текущая статистика военная. Появилась кнопка статистики. А то я говорил, что... В прошлый раз сам ее рисовал. А теперь она есть, оказывается. Потери немцев 106 на 35. Ну нормально идем. Куплено, куплено. Проведенные битвы 6. Открыто исследований. Потерянные, захваченные. Но пока ничего не двигается. Автоматические. Решенные. Пока нет. Куплено предмет в роскоши. Неужели ж... Неужели ж статистику сделали? Молодцы какие. Вражеский шпион. Фиг с ним. Бунт. Че за бунт? Подразделения, находящиеся в этой области, слишком устали от боев и суровых наказаний. Область может обороняться, но нельзя начать атаку. Да это и господи. Это ладно. Мы атаку и не собирались начинать. Берем на нужды фронта. Чтобы получить 1000. Все. Получили бонусную 1000. И там 1200. Хорошо. А че это не закрылось? Ааа. Преобрасуйте золотой запас и получите 400 единиц снабжения. И еще 1000 будет. Пойдем. Раз. Раз. Два. Все. Потратили полтораху, вернули 1000 назад, но получили снабжение. Нормально. Так, с бунтом разобрались. Местный рынок. Понятно. И освобождение Бельгии намимо. Все. Все да не все. Противник снова побежал вон туда. Ушел он из лана. Пошел к Азбруку. И пошел к Арасу. Снова собирается там атаковать. Переводим авиацию свою. Туда. В Азбруке построим госпиталь. Потому что туда уже ломился. 11-11. Значит, вот эта линия нам нужно назад вернуть бойцов. Вот отсюда. Ну, вот эти два забираем. Вставляем трешку. Против пяти она устоит здесь. Здесь забираем трешку в Арас. Итого. 6. 6. Здесь 7. Ну, и с Суассона, значит, еще забираем одного в Арас. И отсюда тоже можно забрать еще парочку туда. Что-то пятак остается. 7. Ну, и тут 7. Нормально. Ну, и тут, наверное, тоже. Ну, и тут 7. Все, везде по 7 нам хватит. Двигаемся дальше. Снова не идет атака от противника. Видимо, он притомился уже. Получаем 1 очко исследования. Получаем золото. Смотрим, что бы взять. Так, с минометы взяли еще не попробовали в деле. Поэтому усиливать их смысла не вижу. Гранаты можно взять, но я не очень понимаю гранаты, как действуют. Они работают при обороне из окопа. В игре имеется в виду, как действуют в жизни гранаты, я понимаю. Потому что 100% к урону гранат для солдат обычной пехоты. Не действует на группы захвата. То есть у пехоты плюс 100%. Но в упор они их кидают или только в атаке, когда подбегают к окопу. Не знаю. Что еще можно взять за единичку? Минус 15 стоимости. Ну, пока не очень. Вот снайперы были неплохие, я помню. Хотя по гранатам можно выйти в огнеметы там куда-то. Кража, забирать снабжение. Ну, кстати, вот шпионские интересные тоже миссии. Тоже до них не доходил. Больше золота. Либо во рту. Но артой я в последней миссии даже не пользовался. Вот туда вот уйти. Пулеметные точки снижают максимальный дух противника в секторе обстрела. Но это бьет по морали. Это бьет по хпшкам. А мне бы вот это бы. Бетонные укрытия. Вот что мне отсюда интересно. На самом деле. Ну, либо за танками. Ладно, оставляем. Получим двойку. С двойкой уже посмотрим, куда ее применить. Так, этот гад опять перебросил силы. Да, ушел он отсюда. Куда эти черт понес? 11. 7. 6. Ну, вот в лан он пришел. Да, значит, снова надо вот эти два укреплять. Итого 6. Итого 5. Еще надо. Там осталось 4. Но вот двух можно перекинуть. Неправильно посмотрел. Осталось всего 2. 8. И тут он накопил уже. Так. 4, 4. Ну ладно, 8. Постоим там, мы постоим. Но скорее где-то вот тут хочет. 6. 6 мало. 7. 3. Главные маневры. Так, здесь 4. Ну все вроде нормально. Двигаем дальше. Исследуйте добровольцев. Получите 300 ресурсов. Ну пошли исследуем добровольцев. У нас есть единичка. Закрываем этот бонус. Получаем еще два корпуса. И эти два корпуса сейчас закинем. Один вон туда закинем. Тут будет 5. Вот 4 против вот этой восьмерки. А один закинем. Наверное вот сюда. Тут вроде поменьше. 6, 6, 7. Нормально. Погнали дальше. Не хочет атаковать прям. Ну зараза ж хитрая. Так, снова 1 очко исследований. О, и плюс 1. Итого 2. Итого 3. Офигеть. Итого 3 очка исследований. Вот это прям сейчас разгуляться можно. Ну берем арту, наверное. Пойдем в танке. Не пройти мимо. 10 процентов скорости перемещения. Тоже неплохая история. И снайперы тоже. Либо снайперов. Либо арта. Здесь у нас что? Воздушный подрыв. И газовая атака. 5 очков. Либо закрыть пулеметы до подавления. Потом в укрепленные пулеметы выйти. Это что такое? Минус 200 к расходу золотого запаса на стратегические сруяния. Ну неплохо, кстати, по дешевке строить. Открывать склады снарядов в окопах. Ладно, погнали за артой. Плюс 5 воли нации. Смерть из дальних далей. А, ну это про артиллерию, да. Дать и в ночи, что ты хочешь там. Исследуйте агентурную точку первого уровня. Получим 5 воли нации. Ну, по воле нации у нас... Ну давай, ладно. Может пригодится. А, исследуйте и подготовьте еще. Зараза. Что он вообще дает? Минус 10 затрат на разведку. Строить ее я не планировал. Ну давай вот в Бердене построим. Как бы все за исследование пятак воли получить нормально, а еще и золото тратить уже не очень. И тут куда опять делся? 4, 5, 10. Ну, вдоль линии фронта перемещается, просто заставляя настроить склады везде. 8, 10. А вот и тут тоже наращивают потихоньку. 5, 4, мало уже. Можно поменять местами. 2 французов. 2 французов. Вот сюда. А отсюда 2 британцев. Вот туда. Все, теперь здесь чисто французские 5. Здесь немножко... Да уйди ты нафиг. Здесь 5, но смешанно. Но 5 против десятки. Нормально. И вот здесь. К десяткам. Вообще дофига. Сюда нужно перебросить кого-то. Вот отсюда кого-нибудь. Наверное, самолет вот сюда тоже. Ну и нормально. Склады неохота проустроить. Ну давай. Все равно сделаем. Хоть и неохота, чтобы точно не пробило. Тут что у нас? 3, а у него здесь 8. Тоже, кстати. Подозрительная какая-то фигня. Поэтому перекинем вот сюда. Так, в цену. Ну, тут 4. Против 8. Ладно. Уж 4 корпуса там окопа в 3 линии возведут. Двигаемся дальше. Минус 5 воля нации. Спасибо. У нас минус 5, у них плюс 5. Все равно пока мы тащим их по воле нации. По-прежнему не хочет атаковать противник. Диму сильно он подострепался, да? 106 на 35. Так, 2 очка науки. Прямо кажется, что мы добежим до пулеметов. До укрепленных. Ладно. Погнали туда. Это что за коробочка? Убирает все эффекты усталости. У нас пока нет эффектов усталости. Погода вся испортилась. Отсюда 1 отошел. Ой, ну снова что ли туда поперся. Да, опять пошел. Вон туда, под Асбрук. Так, нет, не так. Ну что? 6 5 6 Под Ипром 5 Штурм в Вердене Германии был нужен решительный удар, который одновременно истощил бы силы и сломил бы волю союзников. Ну да, ну да. Битва за Верден стала одним из самых продолжительных и кровопролитных сражений войны. Погибло более 700 тысяч человек. Вот так вот. А мы получаем еще два корпуса в Париже. И можем усилить. Можем и поусилить. Все, всех перекидали. Построить солдатский клуб первого уровня. Исследуйте дух товарищества. Получите 200 ресурсов. Но фиг знает, не самая хорошая задача. Вражеский шпион. Вражеский шпион. Влить. Вот здесь он проверяет нас. Так, и снова убежал. Че-то как-то мечется туда-сюда. Больше не хочет атаковать. 12. Вот он куда перешел. Три очка науки. Пошли, ладно, за укрепленными пулеметами. Так, 12. Здесь у нас 6. Здесь у нас 3. Еще надо сюда закинуть. Блин, он бы самолетик туда улетел. И туда тыкнул. 7 здесь. 6 здесь. Тащим по 7. Снова бунт. Так, а место для посадки, че вы хотите? Посадочную полосу построить. И получим 2 авиакрыла. Ну, в принципе, выгодное предложение. Потому что 2 авиакрыла будут стоить тысяченку, насколько я понимаю. 1200. А тут мы за 5 сотен получаем это дело. Ну, вот, кстати, сюда и перебросим самолет этим. Бунт. Ну, ничего страшного. Тут в атаку и не собираемся идти. Реттель. Вот здесь он как раз нас разведает. Ну, и... И атака. И атака на Шалон-Сюрмарне. Незначительное поражение нам обещают. У нас нет тут складов. У него 7 корпусов. У нас 3. Ну, пошли в бой. Хотя не очень-то интересно. Потому что здесь надо будет сейчас все строить. Здесь мало ресурсов для того, чтобы все круто застроить. Авиацию не подтащили. А я хотел посмотреть, как истребители наши будут биться с его бомбардировщиками. Ну, либо с его истребителями. А в итоге полчаса мы только скакали туда-сюда. Он пытался найти у нас слабое место в обороне. Ну, нашел. Молодец. Так, ну, давай строить тут. Сейчас будем тут строить. Ну, тут относительно ровная линия. Вот эта серая. К которой можно пристраиваться. Так что можно будет нормально построить оборону. И последние 2. Все, да? Да. Все снесли. Начинаем стройку. Так, с точки Б. Да, стой ты. Раз, два, три. И вот здесь, значит, поехали. Тут будет 2 линии колючки. Там будет 3 линии колючки. Отсюда пофигарили. Просто делаем сплошную ровную полосочку. Хотя, что-то жалко. Вот это все место. Три. Хотя, ну, будет 4 колючки. Ладно. Не буду извращаться. Сейчас заворачиваю все эти. Блин, какая-то длинная. И там еще кусочек. Ладно, я не буду из этого кусочка переделывать. Что-то мне кажется, что я зря так разбежался с этими окопами. Блин, если сейчас не построишь, потом возьмет и не совпадет на одну клеточку. И уже не сломаюсь. Ладно, фиг с ним. Строим. Строим на всю. И третья линия. Ладно, третью всю не буду. Вот так вот, по чуть-чуть. И с этой стороны тоже. На одну должна не совпасть, по идее. Да, на одну сдвинута будет. Чтобы они соединились. Или не будет. Блин, нет. Не хочу рисковать с кривым этим. Тем более, что они все равно по 2 всего стоят. Ну, здесь вообще нормально. А то там точка помешалась сделать. Да, вот на единицу. Все. С этим закончили. У нас на самом деле всего 2 набора будет бойцов. 30 мы сейчас достанем. И 30 останется. Вот это вот дырка фигово получилась. А, и переходик я забыл сделать еще. Переходики. Так. Вот так вот сделаем. Пока хорош. И давай первую укрепим. Вот так вот сделаем. Не понял. Как получилось. Вот так получилось. А, нет. Укрепилось. Потому что отваливается боец. Укрепляется боец. Не боец а рота. После укрепления окопа. Печалька. Ладно. Укрепляем, укрепляем. 30 по десятке 300 очков нам нужно. Ну, собственно, 300 очков у нас и остается. Ладно. Эти 4 укрепили. На том фланге ничего не укрепили. Начинаем бой. Поехали. Врубаем скорость, ждем подхода противника. Можно было, конечно, в серединке вперед немножко сдвинуть, завернуть. Да и тут можно было вокруг точки Б обернуть. Но, я думаю, так сойдет. Здесь вынесли. Здесь вынесли. О, ё-моё. Они прошли просто по центру. Прошли и захватывают наш окоп. Да, вот это засада вышла. Так, давай-ка центрик немножко прикроем. Ну, в принципе, а что бы мы не пройти? Примки по центру. А сейчас как бы проблем в другом. Я думаю, что он будет сейчас ломиться через этот центр все время. Увидев такую дыру. Перетаскиваем. Так, вы там что, победили или вы еще не добежали? Еще даже не добежали. Так, врубаем скорость побыстрее. Да вы, да вы, да вы, хватаемая. Ой, арта, арта. Разбежались. Гаденыш еще артой, блин. Как-то вот они рывками двигаются. Очень странно. Так, а вот и противник, да? Туда бежим. Так, здесь ты. А здесь ты уже. Сюда втыкайся. Слушай, они снова проходят через центр, да? Тут я налажал что-то. Ну, перебрасываем на центр тогда всех фигли делать. Ну, а что будем по центру не ходить-то на самом деле? Аккуп по центру, да? Закрываем третью линию для начала. А там уже прорыв. Снова, да? Ух ты, нифига себе. Не просто прорыв. Они уже захватывают наш окопчик. Здесь на помощь. А здесь на линию первую. Так, там. Зашли в окоп. Поворачивай. Блин, через ту линию у нас фигачат. Да, крайне... Крайне удачный расклад. В атаку. Бегом, бегом в окоп. Да, блин, чё ты не нажимаешься-то. Чё? Диак, стучу, чё, всех разнесли что ли? Бежим вон туда. И бежим вот сюда. Идём выбивать этих. Идём скрывать первую линию. Они, блин, по лему флангу пошли. А я тут поснимал. Прыгай в окоп. Прыгай тоже в окоп. Эти снизу добежали. Один добежал. Никак не могу заткнуть тут дырку. Диакса здесь. Пошли в атаку. Нужно этих подбить. Такс, мы тут отбились, наконец-то. Тут. Подходим. Тут держим. Ближе. Ладно, один пусть стоит. А то сейчас отсюда всех заберёшь. Опять фигня выйдет. Здесь замес пошёл. Там никого. Окоп отбиваем. Здесь наши не дошли. Да, вон, дома разваливаются. Пока они бежали, походу. Арта их накрыла. Вперёд, ребята. Такс, там отстреливаются. Хорошо. 15 минут ещё. Так, а тут нас отстреливают. Бегом в окоп. Захватывай их. В расцепную бегом. Я, чёрт, в роту выкосил ещё одну. Запрыгивай сюда. На помощь. Помогать-то некому. Забираем линию. Двигаемся вперёд. Так, он там подошёл. Сейчас выбьют снова. Здесь отбились. Ой, ну отбились. Так, прям. Большим трудом. Тут. Растягиваем линию. 14 минут. Вот, кстати, сейчас я первый раз вижу, что у нас потери больше, чем у них. Обычно как бы наоборот. Но я тут, конечно... Сам втупил. Естетик, дошли. Здесь обстрел хорошо идёт. Очень хорошо идёт обстрел тут. Они нас сейчас, конечно, подавят, но... До того мы успеем снести что-нибудь. Вот как мы им одну роту снесли уже. Там на помощь. Тут на помощь. В атаку. Мы слишком быстро теряем людей. Да я в курсе. Заткнуть бреши. Все сразу разойдитесь. Там не справились. Жалко. Здесь зашли. Давай, помогай. Здесь сейчас зайдут. Здесь зашли. Это, кстати, новобранцы вообще. Что-то новобранцы очень активно с чемят наших регуляров. Здесь ещё ведут огонь. У нас заканчиваются силы. Вообще заканчиваются. Осталось 8 рот. И на карте всего 10. Левый фланг разбит уже. Ещё 12 минут. Всё. Всех потеряли. Ну, это провал. Ладно, сдаёмся. Тут как бы уже ловить нифига. Я прощёлкал. Неправильно. Я поставил по флангам. Я привык, что они бегают по этим точкам А, точкам Б. Там насажал всех. А, блин, команда на коп посередине вообще. Там не леса перед ним никакого, чтобы обходить надо было. Ничего. Естественно, они пошли прямиком. Моя ошибка. Собственно, поэтому поражение. Поэтому поражение. Ну, что ж поделать. И такое бывает. Печалька. Печалька. Но там сколько? Две звезды было, да? Минус звезда. Сокрушительное поражение. Ну да, ну да. 9 тысяч у нас потери. Даже меньше потерь, чем у противника, который атаковал. Первый раз такая фигня у меня. Обычно вроде всегда удается набить побольше врага, чем потерять. Но он тут ну ты видел. 909 золото по-божески. Ничего страшного. Счет 6200. Нифига, блин. На 2 900. 4 победы в рукопашных. 2 захвата окопа команды. То есть, он один раз захватил, мы отбили. Он второй раз захватил, мы отбили. И в итоге... А, мы отбили, а потом засчитал, что он еще раз захватил, когда я отступил. Ну, это жесть. Конечно, он в любом случае захватил, потому что силы заканчивались. Только время зря тянуть. Не зря он столько времени скакал туда-сюда. Удалось ему найти место, где пойти в атаку. И не просто пойти в атаку, но и победить. Но в следующий раз у нас уже будет эта линия обороны. Эти прямые линии наши. И... И будет больше снабжения, потому что я построю здесь склад. Сейчас я прям сразу сейчас построю, чтобы не забыть. На. Склад. А он дальше что-то стоит. Он снова хочет сюда атаковать. Тащим самолеты. Хотя у нас там эти только истребители. Ну и вот отсюда еще перекинем это. Чтобы вторую звезду-то... А, ну звезда остановилась, потому что ход закончился. Ну, в любом случае, он стоит здесь с 11 корпусами. Он хочет сюда же атаковать. А, нет, не установил. Вот же она, отвалившаяся звезда. Все правильно. 5 против 11, да? 6 здесь 5, 4, 3. Ну, давай, ладно, отсюда нам заберем. Он, конечно, может и вот сюда ударить по сцен минут. Тут тоже всего 4. Делаем склады здесь. здесь у нас 7. Сюда нужно кого-нибудь еще. Но со складами уже не так просто ему будет. 5 есть наших. Тут 7 наших. Вот так вот. И к тебе не пройдешь. Ты не пройдешь больше. Смертельный яд. Что вы там хотите? Самодельные фильтры исследуйте. Плюс 10 квалинации. Да, по воле нас и нас просадили. Ну, пойдем посмотрим до фильтра, потому что он далеко. На самом деле, я думаю, сейчас... А, еще одно очко нужно для укрепленных пулеметов. Тогда ладно. Ну, и продолжим уже в следующей серии. Так что подписывайся на канал, нажимай колокольчик, пиши комментарии, ставь лайки. Спасибо за просмотр. И пока.